привет всем тут на днях у господина варламова был крайне интересный материал про то как в некоторых европейских городах сделали эксперимент с полной отменой разметки на дорогах и дорожных знаков то есть вообще убрали полностью не очень крупные города конечно странно но на ютюбе очень мало роликов на эту тему есть вот буквально один или два на английском добавлю в конец либо здесь сейчас появится и один на русском примерно трехлетней давности от господина из проекта пробки . нет вообще автодорожная тема мне одна из больных тем мне масса вещей с самого первого дня когда я сел за руль кажется очень странными нелогичными и контрпродуктивными у меня масса идей как можно было бы улучшить и в целом организацию движения и безопасность движения я практически уверен что если бы мне дали такую власть единолично то я за три года скажем в москве уменьшил бы количество дтп в 10 раз как минимум не считая пробок просто с помощью некоторых непопулярных решений точнее я бы именно переформулировал задачи в чем задача организации дорожного движения в чем например роль гибдд должна состоять и так далее но сказать я хотел о другом что интересно в этой идее она естественно не могла просто так появиться на пустом месте если бы люди просто сказали а давайте попробуем убрать все знаки и выключить все светофоры и стереть всю разметку скорее всего никто бы этого делать не стал люди бы просто покрутили пальцем у виска сказали будет чудо зачокнутый что ли то есть такого эксперимента никто бы делать не стал а фишка как я понял в том что такой эксперимент состоялся непроизвольным образом из-за того что в неком городе достаточно надолго были обесточены светофоры неумышленно просто потом люди обратили внимание и подсчитали результаты что произошло в результате отключения светофоров как повел себя трафик что было с несчастными случаями что был с дтп и совершенно контр интуитивным результатом оказалось что аварийность снизилась количество травм снизилась кое что дтп снизилась и даже упала скорость движения самопроизвольно упала скорость движения во многих европейских городах, между прочим, скорость в городе сейчас ограничена 50 км в час. У нас бы такой эксперимент, скорее всего, проигнорировали, и никто бы не стал анализировать результаты. А на Западе люди заинтересовались, как так получилось. Светофоры выключили, а порядка на улицах стало даже больше. Это контруинтуитивно, это трудно объяснить. Но люди озаботились и начали анализировать и экспериментировать. И доэкспериментировались до того, что в целых городах, ну не очень больших, конечно, городах, убрали всю разметку вообще и все дорожные знаки вообще. То есть из правил сохраняется только ограничение скорости в городе, правой или левой стороны, смотря по стране, ну и еще какие-то мелочи местами. Что получилось в результате? Во-первых, резко снизилась аварийность. В самом мягком случае в два раза, в серьезных случаях в 10 раз и более. Во-вторых, исчезли пробки. В-третьих, даже пешеходы стали перемещаться гораздо быстрее. Там в одном из роликов пешеход говорит, что то он ходил там в нужное место 20 минут, а теперь ходит за 5. Перейти улицу разрешается в любом месте абсолютно. То есть там нет теперь ограничений, нет такого понятия, как пешеходный переход. Конечно, мало просто убрать все дорожные знаки, нужно все это сочетать с некоторым особенным дизайном улиц. Например, избегать длинных прямых участков, особенно со сливающимися боковыми поверхностями. Ну и, наверное, ментальность, конечно, тоже имеет значение, что это не какой-то мегаполис, где куча приезжих из разных уголков земного шара, а что это люди, которые здесь живут, работают, тут их дети учатся, там, и школы, и так далее. То есть это сравнительно небольшое комьюнити. Я думаю, что один из серьезных факторов это то, что люди ощущают себя там дома, а не в гостях. Что интересно, чуть ли не единственная группа, которая, в общем-то, пострадала и которая не выиграла от такого редизайна, это люди с ограниченными возможностями по тем или иным причинам. Там, престарелые, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению, колясочники. То есть в целом количество ДТП упало, но среди пострадавших там приличная доля вот этих вот людей. И они и их родственники недовольны и требуют вернуть обратно, чтобы был пешеходный переход, чтобы был светофор и так далее. То есть по факту, если откат состоится к старой системе в этих городах, то он будет сделан только благодаря и ради этих людей. Может, конечно, дизайн придет к некому компромиссу, то есть знаки будут, но их будет сильно меньше. Или, например, останутся старые пешеходные переходы, но их будет гораздо меньше, они будут строго отведены в местах и оборудованы всем положенным контрастным освещением, щелкающими сигналами для слепых и так далее. Но суть в том, что, похоже, это единственная категория, которая проиграла от этой реформы. Кроме того, что это звучит довольно интересно и перспективно, я верю, что это действительно может сработать. При некоторых условиях, конечно. Мне почти сразу подумалось о более близкой мне теме, что было бы, если бы в экстремальном случае, например, вообще завтра утром исчез семейный кодекс полностью. Как бы начали строиться отношения между людьми? Что было бы с деторождением? Что было бы с местом проживания детей? Что было бы с материальным обеспечением детей? Очень интересно. Там, где на перекрестках отменили полностью переходы, делают тепловые карты. Смотрят, как люди реально ходят, когда нет никаких ограничений. И удивительным образом люди ходят не в случайном порядке, не хаосом, и нет такого, что тепловая карта ровно размазана по всей площади перекрестка. Нет, в людей образуются такие довольно четко выраженные русла или каналы, или тропинки. Какое-то ограниченное число людей, да, ходят в любых направлениях, но их мало. В основном люди продолжают ходить некими такими потоками. Если подумать, что такое семейный кодекс на сегодня? Семейный кодекс – это, ну, пусть кривая косая, но это некая система правил дорожного движения, но относящаяся к семейной детско-родительской системе. Она относится к категории, так сказать, внешнего скелета. То есть она исходит из презумпции того, что сам человек поддерживать свою структуру не может. Поэтому структура на него навешивается снаружи. То есть семейный кодекс – это такой сосуд, куда наливается общество, и поэтому принимают форму, которая, собственно, отображена в этом самом семейном кодексе. А что если предположить, что если бы общество, скажем так, вылили из этого сосуда, и общество перестало принимать его форму, во что бы оно сложилось само по себе? Или что, вероятно, оно могло бы разделиться на такие фракции, скажем. Условно твердую фракцию, которая сама поддерживает какую-то форму, мы даже не знаем точно какую. Какую-то среднюю фракцию, которая так похожа на пластилин, но в целом тоже способна при определенных условиях стоять на своих ногах и выполнять действия. И какую-то часть, которая была бы жидкой. И эта жидкая часть просто разлилась бы и, в общем, впиталась в землю. Интересно, в какой пропорции бы поделились эти фракции? Сколько бы их всего было? Каких бы они стали форм? Или, если взять более мягкие варианты эксперимента, то, предположим, что отменяется не весь семейный кодекс целиком. Хоп и отменился. Вместе с понятиями брака вообще. Не будет больше такого понятия, как брак. По крайней мере, в рамках закона не будет. А в более мягком варианте, допустим, как и многие предлагали, и я присоединяюсь к этому мнению, а что, если исчезнут алименты? Вот алиментный закон просто исчез. Его больше нет. И нет понятия алименты. Как сложится, условно говоря, езда на этих улицах, с которых убрали знаки об алиментах? Это ведь явно будет какая-то совсем другая система. И почему-то жесткие сторонники алиментной системы, и те, кто вообще считает, что это типа часть природы, как облака или деревья, они даже мысли не допускают, что при их устранении, при устранении понятия алиментов, ситуация может не только не ухудшиться, а может существенно улучшиться. Я не имею в виду под ситуацией только финансовую ситуацию. Я имею в виду вообще психологический климат. И в семьях, которые только начинают складываться, и в семьях, которые уже существуют, и в семьях, которые по разным причинам распались. Не хватает какого-то такого вот эксперимента, по аналогии с случайным отключением светофоров. В каком-то регионе, достаточно многочисленном регионе, стоит проделать как минимум эксперимент по полному устранению алиментов вообще. Ну, какое-то разумное время. Чтобы действительно могло возыметь действие, скажем, 3-5 лет и посмотреть на последствия. Статистику браков и разводов. Статистику обвинений в домашнем насилии. Да, я думаю, тоже может повлиять. Статистику по отчуждению детей и препятствованию общения с детьми. И было бы обидно в результате эксперимента выяснить, что все общество в целом состоит в себе из вполне здоровых на голову вменяемых нормальных ответственных людей, которые умеют и найти компромисс, и договориться. А писанный кодекс, семейный кодекс в частности, окажется таким аналогом стандартного пешеходного перехода для инвалидов. То есть нужен он только инвалидам. Это они не могут без него существовать. Возможно. Но из-за того, что они без него не могут существовать, по кодексу, написанному под инвалидов, живут все. Вынуждены жить. То есть мы все вынуждены вести себя, как инвалиды. И симулируем инвалидов. То есть мерка закона – это мерка инвалида. И этой меркой меряется все общество в целом. Все люди. Только я имею в виду, скажем так, моральных инвалидов, нравственных инвалидов, психологических инвалидов, супругов-инвалидов и родителей-инвалидов. Но это бы многое объяснило. Это бы объяснило, почему обычному человеку все эти нормативы кажутся просто каким-то безумием. Институционализированным безумием, который мы же еще и оплачиваем из своих денег. Вот такая мысль у меня по результатам отмены дорожных знаков. Всем пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok